Всем привет! У нас одна минута до эфира. Guten Tag, Boris. Deutschland ist hier. Mit nur... ...пошел на курс французского. Когда я ходил на курсы немецкого один, я выучил его. А на курс французского полтора года ходил с женой. Мы еще не были женаты, правда. И ничего. Марина, доброе утро. Какая охота, Борис? А, так вы что, разве в пятницу не присутствовали? При вас все это было. Более чем удачно. Не, обнаружить их я могу, но я не могу получить инструмент. Даже обратился в компетентные органы. В принципе, у них есть этот инструмент. Интересная схема. Я в эфире не буду об этом говорить. Хотя то, что мы с вами делаем, это эфир. У меня есть очень информированный, грамотный, просто специалист, который проживает на территории России. Он мне сказал, что у вас есть такой инструмент. Но я нашел своего человека у нас, здесь. Он просто работает там. И он мне... Ну, он не может мне дать. Я же, как бы у нас хороши не были наши отношения, он не может мне это предоставить. Потому что я любитель. Но я знаю, как их нейтрализовать. То есть я это и проделал. А геолокации не получится. Печально другое, что я разослал инструкцию по всем радио ведущим. И не думаю, что они в состоянии ею воспользоваться. Ну да ладно. У них шоу будет краше из-за этого. Чем наше с вами. Потому что пурошисты способствуют популяризации. Смотрите! Смотрите! Он в любой! Он поднимается! Он растет! Посмотрите! Он встает во весь рот! Такой красивый! Такой большой! Он безумец! Сива Каплан! Сива Каплан! Сива Каплан! Толковище! Толковище! Здрасте! Люди добрые! Зажгу-ка я свет! Так на всякий случай! Добро пожаловать в Толковище с Сива Капланом! Сегодня без кота! И вообще, наверное, не буду больше его пускать! Потому что... Ну, мешает он! У меня тут провода всякие! Он грызет провода! Там загораживает мне половину экрана! Вот! И чего ради! Для того, чтобы потешить тех, кто может только видеть кошечек и не слышать ничего! Пускай отдыхает Василий Екатериныч! Начну с того, чему вообще даже не думал, что уделю внимание! Вот Борис из Германии спрашивает, как охота на матершинников проходит! Ну, охота закончена! То есть, в том плане, что я знаю, как это сделать! Я знаю, что существует инструмент, который позволил бы матершинников, пытающихся, так сказать, испортить воздух в эфире Davidson Radio! А воздух и эфир — это одно и то же слово — air по-английски! Но для того, чтобы делать то, что я при Вас проделал в пятницу, кто не видел, кто не слышал, Вы можете подписаться на мой канал «Русский голос Америки» и в любое время любое архивное шоу посмотреть! В пятницу удалось продемонстрировать, как можно их нейтрализовать! Я не буду рассказывать, как, но я рассказал это в служебной записке, которую послал через нашу администрацию, предложив разослать всем, кто работает в эфире! Проблема в том, что у нас технически грамотных людей просто среди них нету! То есть, среди ведущих! Они, как правило, все работают в паре со звукорежиссерами! А звукорежиссеры, они регистрируют присутствие звука! Это в этом специфика, так сказать! Вот, скажем, люди, которые стоят за камерой, они только регистрируют качество изображения, и про звук они не думают! Это служебные, так сказать, издержки! Звукорежиссеры регистрируют, что звук есть, а какой он там особо нет! То есть, не вникают! Но, в принципе, прием сработал в пятницу, и я свою задачу выполнил! Теперь, начнем с новостей! Очередной день войны! 460 какой-то уже девятый, наверное! Вот картинки, кстати, вы глядитесь! У меня нет времени на то, чтобы показывать их отдельно, поэтому я их въехал все сразу на экран, а вы можете поиграть воображением, какая из новостей, к какой картинке имеет отношение! В минувшую ночь Россия нанесла удар ракетами и дронами. Под Днепру сбитые 15 беспилотников и 4 ракеты, но не все не долетели. Спикер Восточной группировки войск Украины заявил, что украинские силы по-прежнему остаются в Бахмуте и намерены защищать его, на фоне того, что основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин сообщил, что подразделения ЧВК в течение пяти дней будут зачищать уже захваченный Бахмут, после чего к 1 июня передадут его подразделениям Министерства обороны России и отправятся в тыл на переформирование и до оснащения. Формировка вполне профессионально военная, так сказать, для повара знаменательна. Российское телевидение отмечает взятие Бахмута почти как взятие Берлина 9 мая 1945 года. Правда, тогда телевидения не было. Премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что Лондон начнет обучение украинских пилотов на американских истребителях FF-16 этим летом. Россия создает на этом фоне новую авиационную группу для ударов по Украине. Алексей Навальный, отбывающий 9-летний срок в колонии строгого режима во Владимирской области, отправлен в ШИЗО в 16-й раз. У нас в аудитории есть кто-то, кто знает, как расшифровывается ШИЗО. Телефон студии 718 303 90 90. Заодно проверим, как работает моя метода обнаружения матершинников. Немецкая полиция сообщила о начале расследования по факту возможного отравления журналистки, имя которой не сообщается, и активистки, которую зовут Наталья Арно, заявивших о проблемах со здоровьем после встречи диссидентов в Берлине. Вот это вот тревожное для меня лично, как бывшего диссидента, сообщение, потому что я знаю, что в ряды диссидентов всегда внедряют, просто всегда внедряют кого-то из служб безопасности. Ну-ка, сейчас что нам скажете вы? Прошу вас, пожалуйста. Доброе утро, Сева. ШИЗО – это штрафной изолятор. Спасибо, Саша. Вы совершенно правы. ШИЗО – это штрафной изолятор. Оккупированная российскими военными Запорожская атомная электростанция потеряла внешнее электроснабжение из-за отключения высоковольтной линии электропередачи, которая называется «Днепровская», и она находится под контролем Украины. Вот тут есть одна фотография. Я, наверное, сейчас ее увеличу. Секунду, это немножко займет. Это чуть-чуть займет время. Где же она у меня? Да. Я ее увеличу, это того стоит. К моему удивлению… А, нет, это не она. Нет, это не… Вот. Секунду. Наверное, вот это… Одну минуточку. Да, это того стоит. Вот эта фотография. Почему-то она не попала в русскоязычные средства массовой информации, включая BBC. А жаль, потому что… Но сейчас зато те, кто подписан на «Русский голос Америки», увидят ее во всей красе. Гляньте-ка на нее. Знаете, что это такое? Это подсолнечники. Да, так по-старо-русски говорили подсолнечники, которые посеял некий джентльмен рядом с поврежденным российским танком в украинской деревне, называющейся «Велика Димерка». И это все, что касается войны. Теперь остальные новости. На прошлой неделе первогодкие студенты в Морской Академии Соединенных Штатов, которых называют «плебеями», да, потому что они только в первый год, участвовали в ежегодном ритуале, кульминацию которого видят те, кто смотрит «Русский голос Америки». И, кстати, «РТН», тоже наши зрители видят его. Это называется «Херндон Клайм». То есть это такой ритуал, в котором плебеи должны придумать, как взобраться на 21-футовый в высоту монумент в памятник командующему Уиллему Херндона и заменить там наверху дикси-кап, наверху такая, как бы, ну, чашка, что ли, такая, на шляпу, которую носит у студенты второго курса. И дело в том, что монумент перед этим вымазывается скользящим веществом каким-то. И вот этим студентам, которых вы видите, удалось это сделать за два с половиной часа. Это традиция, которой студенты этой академии отмечают окончание первого года обучения. То есть они соскальзывают. И для того, чтобы залезть на такую вершину и водрузить там нужную шляпу, то есть шляпу, которую они будут носить во втором году, нужно уметь работать в команде. Джеффри Эпштейн, как хотите, угрожал пока, когда был жив, сообщить во всеуслушание о перепихоне, романом это не назовешь, который был у Билла Гейтса, это единственный, так что его можно не обозначать как основателя Microsoft, с российской игрок, не назовешь женщину, в общем, она играла в бридж профессионально. Эпштейн, про него известно, что он опозорившийся педофил, который покончил жизнь самоубийством в 19-м году, угрожал Гейтсу по поводу его романа с Милой Антоновой, имевшей это все в минувший уикенд обнаружила каким-то образом газета Wall Street Journal. Имейл между Гейтсом и Антоновой, то есть между Эпштейном и Гейтсом, был отправлен в 2017 году. Сейчас скажу почему. Сразу почему Эпштейн, ему не понравилось, что Билл Гейтс не хочет участвовать в одном из филантропических мероприятий Эпштейна, где были, конечно, и несовершеннолетние телки. Гейтс встретился с Антоновой в 2010 году, когда они играли оба в турнире в покер, после чего она переехала в Bay Area и устроилась на работу в качестве Software Engineer, то есть это программист, что-то около этого. И, в общем, у них был короткий роман, и в то время Гейтс был женат еще на Мелинде Френч Гейтс, но потом это, так сказать, перестало иметь место. Спикер Палаты представителей Большого Конгресса Кевин Маккарти, напомню, что он республиканец и представляет там Калифорнию, заявил, что Федеральное бюро расследований обязано предоставить Конгрессу файл, в котором содержится информация о том, что президент Байден брал взятки от иностранных государств в то время, когда был еще вице-президентом. Естественно, это было при Бараке Обаме. В начале этого месяца здесь комиссия, которую имел в виду Маккарти, она называется House Oversight Committee, послала соответствующий запрос на предмет получения этого файла в FBI, но те отказались пока. Но сегодня это уже довольно шумно, если спикер Палаты сказал, то что-то мы, наверное, будем знать на этот счет. Один из самых видных республиканских финансистов, то есть тот, который жертвует деньги республиканской партии и который поддерживал в свое время бывшего президента Донда Трампа, заявил о том, что он теперь не поддерживает его, а поддерживает флоридского губернатора Ронанда Сантеса на предмет выборов президента в 2024 году, звать этого изменника Хэл Лэмберт. Он основатель Point Bridge Capital, это в Техасе есть такая финансовая компания огромная, которая, в частности, управляет инвестиционным фондом, названным в честь Трампа «Make America Great Again». То есть название этого в 2016 году, между прочим, когда Трамп платировался в президенты, стало названием этого самого «Fetch Fund». Так вот он, Хэл Лэмберт сказал, что пришла пора республиканцам, так сказать, закрыть последнюю страницу в книге 76-летнего бывшего президента и проголосовать за Десантиса, которому 44. Сегодня так получилось, что два сообщения на одну и ту же тему, и вот оно второе. Республиканец от штата Луизиана, сенатор Билл Кэссиди, заявил, что бывший президент Дональд Трамп не сможет выиграть выборы в президенты в 2024 году, потому как, я дальше цитирую одну фразу только в оригинале, то есть в течение последнего избирательного цикла мы имели возможность наблюдать, как сомневающиеся, качающиеся в разные стороны штаты, такие как Джорджия, Пенсильвания, Невада, Аризона, не смогли провести в Сенат кандидатов от республиканской партии, потому что их поддержал Трамп. То есть у нас была с вами эта тема насчет токсичности бывшего президента Соединенных Штатов. Это касается, кстати, вне зависимости от партии, касается любой неумелой формы преподнесения, так сказать, информации. Если вы перебарщиваетесь с преподнесением, то это приводит к обратному результату. Так, теперь следующее сообщение. Законодатель штата Нью-Йорк, который представляет жителей, дислоцированных в районе Сири Филд, это любимый стадион Мэттс, заблокировала... По-моему, ее заблок... Сейчас, секунду. Забыл, как ее зовут. Ну, неважно, она... Тетка. Тетка. Забыл. Оставил только выжимку из этого сообщения. Заблокировала идею миллиардера и владельца Мэттс, его зовут Стив Коэн, построить казино и развлекательный комплекс на земле, прилегающей к этому самому огромному стадиону. Это место называется Уиллитс Пойнт. И по закону, который пока еще никто не отменил, это считается Парк Лэнд. То есть, там парк и больше ничего быть не может. Причем, это постановление было принято в 1939 году, и касается оно всего района Флаша Мэддовс, Кроуна Парк. Кстати, есть маза, я боюсь сглазить, но профессия заставляет говорить то, что думаешь, что я в этом году буду аккредитован на US Open по теннису с первого до последнего дня. Так что, буду сидеть там, максимально приближенный к кортам ложе, и все получится, естественно. Ну и, соответственно, буду оттуда, может быть, какой-то стриминг делать. Поглядим, как получится. Теперь, вот это вот сообщение, которое потребует демонстрации чувства юмора у нашей радиоактивизирующейся аудитории, естественно. То, что вы видите, это всем Америке известный Winner Mobile. Это, значит, сосисочная на колесах, которого владелец этой сосисочной, Оскар Майер, его имя тоже на этой гигантской пластмассовой сосиски, которая представляет, так сказать, посадочные места сверху, намалевана. И он вдруг объявил, что Winner Mobile будет переименована в хозяин Барин, и теперь это будет называться Frank Mobile. Тому есть обоснование. Дело в том, что имя, во-первых, смена имени носит временный характер. Это в качестве промоушен для нового рецепта изготовления Beef Franks, то есть там будет 100% в этой сосиске говядина. Но это серьезная потеря для всех тех, у кого есть чувство юмора на уровне, скажем, третьеклассника. Вот почему потеря? Что ушло вместе с прежним названием, что было смешно и двусмысленно, Winner Mobile. Наш телефон в студии 718-303-90-190. Это вопрос, естественно, посложнее, чем что такое ШИЗО. Следующая новость о том, что Caller сейчас на рынок выпустил туалетное сидение, у которого есть Bluetooth. То есть мы уже не смеемся над тем, что домохозяйки имеют возможность готовить и смотреть телевизор и в интернете, так сказать, сидеть, поглядывая на дверь своего холодильника. Но теперь уже есть и туалет, в котором есть Bluetooth. И в нем, как выяснилось в минувший уикенд, есть погрешность в дизайне. Погрешность не то, что он не работает, а он делает то, что, в принципе, не должен был бы. Он позволяет пользователям изменить цвет вечерней подсветки. Там есть такие индикаторы. И засинить содержимое этого самого унитаза. У нас только один человек, который знает все похоже. Ну-ка, послушаем вас. Прошу вас, Саша. Сашу, можете говорить. Это слишком долго. У нас что, нет никого, кто в свое время дня не проводил ни на каком радио, не услышав сообщения про Энтони Уинер. Никого в нашей нынешней радиоактивной части аудитории нет, кто знал бы примитивный сленг, кроме Саши, который Саше вот не получилось его взять. Ладно, Уинер – это пиписька. Вот. Это двусмысленность. То же самое венская сосиска. Ну, кто как что понимает. Поэтому и сказал, что это на уровне чувства юмора третьеклассника. В Филадельфии дилер, который торгует античными произведениями искусства, приобрел на Facebook Marketplace пару таких потрескавшихся окон мозаичных. За приличные деньги не каждый рискнет. Шесть тысяч долларов. Но и значительно позже, когда он навел справки по поводу происхождения этих окон, выяснилось, что они в 1905 году были заказаны компанией Tiffany. Поэтому меньше пятисот тысяч долларов на аукционе он за эти окна не получит. Кстати, обратите внимание на изумительное сходство этих окон с той картиной, которая висит у меня сейчас за спиной. Это видят только телезрители, естественно, и те, кто смотрит «Русский голос Америки». Эту картину мы приобрели в городке Лей, провинции Ладах в Индии. Вот очень рекомендую тем, кто имеет возможность свободно путешествовать, заранее составить план поездки. Я, наверное, что-то расскажу об этой поездке на другом своем канале «Севокоплан» на YouTube, потому что там есть вещи, которые очень полезные, которые вы никаких в туристических, так сказать, справочниках не прочтете. Но туда пруд. Зачем пруд? Туда, ну, за серебром, за изделиями шерсти, пушмина в частности, кашмир. Вообще, кто покупает кашмир, когда едет в Ладах? Пушмина is the king of wool. И, в частности, картины. Труд там недорогой. Вот эту картину писали там малейшие детали, то есть то, что у меня за спиной, выписывали очень долго. И это буддийская символика. Там колесо жизни в ней сосредоточено. То есть это надо изучать. И это здорово, когда у тебя из дома картина, которую нужно изучать малыми деталями. И вот мозаика на этом окне чем-то схожа. И последнее сообщение. Я вчера, вернее, мы вчера побывали с женой моей на выставке в Metropolitan Museum. Там Carl Lagerfeld выставляется выставкой. И она открылась за день до нашего отъезда в Индию. И она еще там имеет место быть. Очень рекомендую пойти. Причем лучше в одиночку. Чтобы вас не отвлекали близкие люди. Потому что обмен впечатлениями отнимет у вас время. Там вас никто не торопит. В выставке... Каждый раз, когда я оказываюсь в Metropolitan на новой выставке, я поражаюсь тому, что организация выставки сама по себе это произведение искусства. И, в частности, если вы ничего не знаете и просто пройдете, потому что надо отметиться, то, значит, вы ничему не научитесь. Нужно не спеша. Нужно читать все, что на стенах написано. Она составлена изумительно лаконично. И нужно это знать. И плюс там есть три монитора, на которых ведущие рассказывают и поясняют не только историю Карла Лагерфелда, но еще и уникальную характерность его творчества. Кто не в курсе, Лагерфелд – это дизайнер, который, между прочим, в отличие от Александра Маклина, считал, что дизайн одежды – это ремесло. Искусством его назвать никак нельзя. Но он, скорее всего, что кокетничал. И меня больше всего впечатлили даже не его модели, а сейчас покажу вам, что больше всего меня впечатлило в рабочий стол. То есть, вот сейчас вы увидите рабочий стол Карла, воссозданный, так сказать, в точности, по оригиналу. И одна фраза, которую он там где-то обнаружил, она останется со мной навсегда. И, значит, я ее сейчас вам доложу и посмотрим, кто в конце сегодняшнего шоу сможет ее воспроизвести. Он сказал «The old informs the new, and the new enlivens the old». Посмотрим, что будет в конце передачи. С новостями все. Если у вас по их поводу появились какие-то ассоциации, вы можете их озвучить, набрав номер телефона студии 718 303 90 90. Во время этого перерывы на рекламу. А после мы посмотрим, как сегодня будут себя вести наши пурошисты. Да, сегодня тема, которая касается всех, основная тема – это то, что миллионы американцев, страховые компании начинают все чаще и чаще отказывать в оплате услуг по их здравоохранению. Бейтзен амбуланс ассист. Да, Сергей, здрасте. И вам в вашем лице в Москве доброе утро. Хотя день у вас, у вас день. Уж не ведаю, когда окажусь на родине, честно говоря. «Слышите? Шаги» «Этим утром многое может измениться» «Нет! Нет! 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 Святые небеса, только нет!» «Сева Каплан» «Откроет вам глаза на происходящее» «Толковище» «Прямо сейчас» «Звонков у нас нет, но начну с того, что, скажем, я практически к врачам не обращаюсь. То есть это бывает чрезвычайно редко. Сейчас, секунду, текст получил. Ну, за редким исключением, поэтому я не в счет, но моя жена, которая очень следит за своим состоянием здоровья, практически ни на что не жалуется. Но если есть какие-то моменты, которые требуют внимания, то она, как профессионал-психотерапевт, она понимает, что… Ну, приведу аналогию всем понятную. Если вы купили уникальный автомобиль в штучном изготовлении, и другого у вас быть не может, то вам нужно за ним следить. То есть нужно, как минимум, менять масло и фильтр, ну и вообще за всем следить. За жидкостями всякими, за износом колес и так далее. Так вот, жена моя, известный университетский психолог, номер телефона не называю, относится к себе как к уникальному средству, так сказать, передвижения мозга. Я не знаю, как еще сказать. И временами, когда мы получаем счета от страховой компании, порой они бывают умопомрачительные. Там, скажем, я рассказывал, как у нее была головная боль, поскольку мы поднялись в Перу, по-моему, на 5 километров на высоту, и она попала в госпиталь здесь у нас уже, когда мы вернулись. То есть, когда мы в Перу пошли в госпиталь, то с нас взяли, по-моему, 20 долларов за лекарства, там, за анализы и так далее. А здесь два дня она провела с одной ночевкой в местном госпитале 38 тысяч долларов это стоило. Из них мы заплатили, я не знаю, тысячи полторы, наверное. Это, конечно, утешение. Но дальше грамотные люди, у которых есть энергия, начинают бороться, выяснять, а что, а почему страховка все не оплачивает. И эта расхожая ситуация, это бесконечно больная тема нашей страны, потому что у нас наверняка по качеству самое лучшее здравоохранение в мире, но при этом оно умопомрачительно дорогостоящее. И нужно понимать тех, кто сделал это здравоохранение настолько эффективным, потому что они потратили в этих условиях соответствующие деньги. Им нужно возвращать. Плюс конкуренция есть. То есть это где-то надо понимать и ту, и другую сторону. Но сейчас речь идет о более простых вещах. За последние несколько дней я прочитал несколько материалов, начав... Я очень осторожно читаю эту тетку. Она медицинский обозреватель в Нью-Йорк Таймсе. Ее фамилия Розенталь. У нее было много лажи. То есть она не очень... Она, знаете, как вот есть такие established columnist, которым доверяет главный редактор, и их материалы особо не проверяют. Так, глянут по диагонали. Но я проверяю, особенно если это касается здоровья моей аудитории. За тем, что она сказала, есть резон. Миллионы американцев за последние несколько лет сталкивались с совершенно одинаковой ситуацией, когда, скажем, вы подаете заявку на оплату вашего здравоохранения. Ну, если... Бывают такие случаи, когда там in-network, out-of-network. Вам пришел счет от врача, от клиники, и страховая компания отказывается оплатить. То есть совсем отказывается. Причем бывает... Раньше бывало, что за те же самые услуги и, может быть, даже со стороны того же медика страховая компания оплачивала. А теперь нет. Что же произошло? Ну, во-первых, страховые компании по нарастающей используют для реакции на вашу заявку уже не человеческое существо, а алгоритм. Потому что, во-первых, алгоритм каши не просит. То есть ты один раз заплатил, а потом он работает на тебя всегда. Это же не, так сказать, software development, не создание программного обеспечения. Это элементарная функция. Это, во-первых, алгоритм. Во-вторых, они набирают на работу людей, которые занимаются только выпуском отказов. Только. Даже появилась такая терминология, как denial nurse. То есть это медсестра, медбрат, которые должны выдавать отказ. Это позиция существует такая. Ну, титул такой на работе. На эту позицию нанимают людей, которые или не имеют совсем опыта, или имеют очень малый опыт. И поэтому вообще работа для них может носить временный характер. Зарплата их устроит любая. Потому что в registered nurse это 80 тысяч надо в год платить. И вот они просто выпускают пачками эти отказы. Причем, как выяснилось, они даже и не заморачиваются чтением, так сказать, вашей заявки. It's a denial nurse. Они выполняют свою функцию. Ну, и в результате страховые компании имеют большие доходы. А в этом, так сказать, здравый смысл любого бизнеса. И именно вот этой ситуации пытался избегнуть тот самый закон, который в течение двух сроков проводил в жизнь Барак Обама, наш бывший президент. Я сейчас политизирую эту тему на фоне вашего состояния здоровья и на фоне вашего шкурного интереса. И смотрите, как только я ее политизирую, то у нас сразу исчезнут звонки. Вот сейчас появились желающие по этой теме. Но они скажут, скорее всего, то, что они говорили раньше. Материал совершенно новый. Так вот, что же Affordable Care Act, то есть закон, который ввел по здравоохранению Обама, который, несмотря на все свои несметные усилия, Дональду Трампу не удалось отменить. В частности, этот самый закон запрещал страховым компаниям применять меры в своей деятельности, которые направлены исключительно на рост дохода. И одна из них – это отказ оплачивать пациентам их расходы по их собственному здравоохранению. Причем, в первую очередь, это касалось, и в главную очередь, это Patients with Pre-Existing Conditions. То есть, если у вас было что-то со здоровьем, неважно, вы приобретаете страховку, страховая компания знает, что у вас было это. Ну, вот, скажем, вам вынесли смертельный диагноз, вам сообщили, что у вас рак, там, четвертой степени, и вам очень хочется лечиться и жить. И вы покупаете себе самую дорогостоящую страховку. Но страховка знает, что у вас есть такой диагноз. И поэтому Обамакер, он, закон, он вынуждал страховую компанию все-таки оплачивать. Вы же все-таки покупаете эту страховку. Причем, в зависимости от вашего возраста, в зависимости от вашего состояния здоровья, страховки стоят разных денег. То есть, вы уже по определению, как бы, готовы платить. А дальше посмотрим, что будет. Но, несмотря на то, что закон хотел этого достичь, это не очень получается. Они отказывают пациентам с Pre-Existing Conditions. Но авторы, те, кто сочиняли этот закон, потому что писал его, естественно, не Обама, они были обеспокоены в свое время. Я помню, что были дебаты на этот счет, что страховщики будут каким-то образом, с одной стороны, имитировать подпадание под закон, то есть, то, что они делают все в рамках закона, но при этом они будут что-то делать, чтобы скомпенсировать свои потери. Закон этот обязывал Министерство здравоохранения, я не знаю, как еще перевести, это Department of Health and Human Services, чтобы Министерство занималось мониторингом всех отказов. Причем по двум направлениям. И по планам здравоохранения, которые фигурируют на Obamacare Marketplace, то есть, это весь рынок здравоохранения, который подпадает под действие Obamacare. И, кроме того, есть еще страховки, которые не подпадают под Obamacare. Это страховки, которые предоставляют вам ваши работодатели, и которые вы покупаете просто сами у страховых компаний. Не обязательно Obamacare. Так вот, это не получилось. Министерство не делает то, что нужно. Или делает, но в малых масштабах. Почему я решил вам предложить всю эту тему? Потому что я наткнулся на исследование, которое провела компания с запоминающимся названием Kaiser Family Foundation. Kaiser, да. Она провела исследование планов здравоохранения, которые входят в Marketplace Obamacare. и выявила, в частности, что даже когда пациенты получали услуги по здравоохранению от врачей, которые входят в Network, еще два раза скажу, входят в Network, и последний, входят в их Network, причем врачи и госпитали бывали одобрены при этом. Что это означает? Подчеркиваю, были одобрены страховой компанией, что да, таки, они входят в Network. Так вот, за один только 2021 год, статистика за 2022 пока отсутствует, отказывала минимально в 17% заявок. Это в среднем. Одна из страховых компаний отказала в 49 случаях в 2021 году, заявок на покрытие расходов на здравоохранение, а другая, рекордная, в 80%. Вот это то, что возмутило меня и заставило меня предложить вам эту непростую тему. Несмотря на то, что, в принципе, такая ситуация отражается плохо и на состоянии здоровья пациентов, и на их финансах, потому что потом еще призадумываешься, а стоит ли лечиться, если тебе стоит это таких денег, вообще, зачем я купил страховку. Но, фактически, самое ужасное, это не это. А самое ужасное, это то, что было воспето в фильме The Silence of the Lambs, то есть молчание ягнят. Самое ужасное, это то, что в 500 случаях, о которых я фактически сейчас рассказываю, только один человек из 500 смел бороться с страховыми компаниями. Это чудовищно мало. Это говорит о том, что люди стали рабами. Они не верят, они не могут, они смирились. И это в самой свободной стране мира. Не так ли? Доходы. Я нашел данные по поводу того, какой доход получают все страховые компании в целом, занимающиеся страховкой здравоохранения в Соединенных Штатах Америки, которые начали использовать вот эту самую процедуру Automated Claims Processing, то есть автоматизированная обработка заявок на получение компенсации, которая делается или программным обеспечением, или с помощью вот этих самых Denial Nurses, то есть которые призваны отказывать. 11 миллиардов долларов гигноход за 1-21 год. Только на фоне того, что они делают, и то, что получатели этих страховок, которые платят за них, отказываются оспаривать. Это еще не самое плохое. Это сложная тема. Я ее, наверное, даже не буду предлагать, но просто вы должны знать как бы идею самую. Хуже всего это то, что что одобрить и что не одобрить, страховая компания определяет на основе контрактов с производителями medical supplies и лекарств. То есть в зависимости от того, какие у страховой компании отношения с производителями медикаментов и медицинского оборудования, они и решают, что одобрить, а что нет. То есть оптимальный подход к лечению пациента вообще не фигурирует, как информация к размышлению. Теперь по поводу того, я сейчас подхожу к концу, по поводу того, чего стоит оспорить, так сказать, отказ. Ну, в принципе, это занимает часы, если у вас есть определенные навыки. Просто часы. И даже не обязательно, что вы проводите часы на телефоне и ждете, когда автомат соединит вас с человеческим существом. Процесс сказочно осложнен. Причем это сделано, потому что в этом интерес страховых компаний. Усложнить, замедлить процесс, измотать пациента, который опускает руки. Поэтому один из 500 только. Плюс многие люди, не только у них не хватает, так сказать, энергии. У них нет знания, даже если они знают язык, у них нет знания, с какого боку подойти к решению их задачи. Они, конечно, принимают решение бороться, если счет умопрочительно высок. Или если процедура лечения, которую они хотят, чтобы оплатила страховая компания, может спасти им жизнь. Вот в этих двух случаях, да. Или слишком дорого, или придется помирать. Вот тут они начинают бороться. Теперь последний момент, самый замечательный, это политизация всей этой истории. Я прекрасно отдаю себе отчет, что, наверное, значительная, я не знаю точно, значительная часть людей, которые слушают сейчас толковище, если они в возрасте, когда они болеют, им нужны врачи, не обязательно они старые. Если они политизированы, для них Affordable Care Act, это черный президент, кому он нужен там и так далее, то есть вы расисты. Но до поры до времени, я знаю людей, которые, будучи расистами, оказались в этой ситуации, воспользовались ObamaCare и вылечились от рака. Так вот, они изменили свое отношение к Бараку Обаме после этого. Так в этом законе говорится совершенно ясно и однозначно, что Министерство здравоохранения, вот этот HHS. Shall collect the data on denials. Shall это означает, что должны, должны. Это круче, чем must. То есть они должны собирать данные по поводу отказов частными страховыми компаниями и групповыми планами. Это планы, которые вам предоставляет ваш работодатель. И они должны информацию эту предоставлять почтенной публике. Для того, чтобы почтенная публика, то есть вы могли выбрать, какую страховку приобрести. Так вот, на сегодняшний день, при том, что уже никто не спорит по поводу необходимости ObamaCare, это уже давно, так сказать, позапрошлогодний снег, сбор этой информации оказался очень затрудненным, ограниченным. Некоторые планы, то есть, соответственно, страховой компании стремятся замедлить этот процесс. Причем данные эти не могут быть подвергнуты ревизской оценке, потому что все замедлено. Так что, ВОЗ ныне там. Это вывод такой, что федеральный надзор в рамках закона по сбору данных насчет отказов вообще не хиляет, его нет. Как решить этот вопрос? И вот тут я политизирую, а дальше посмотрим, что скажете вы. Можно, увеличив правительственный аппарат, привнести туда, соответственно, бюджет, чтобы появилось соответствующее оборудование и люди, которые будут противостоять всему этому во имя вашего здравоохранения. Но ведь это означает построить социализм, так что, если ты правак, и ты заболел, и то, о чем сегодня я тебе рассказал, это твоя ситуация, то получается, что тебе надо будет стать левым во имя спасения жизни. Я сказал все, что следовало. Теперь очередь за вами. Наш телефон студии 718-303-9090. Можете набрать его во время вот этого перерыва на рекламу. Субтитры сделал DimaTorzok Вон Вера Климова написала «Так тебе и надо, живи в Америке». Я что-то не очень понял. Хотя Сева с большой буквы, Америки с маленькой. А что именно надо? Вы, веро, очевидно, живете не в Америке. Но обратите внимание, что в Америке люди имеют полное право безнаказанно рассуждать о дефектах своего правительства. А вот там, где вы живете, очевидно, нет. Америке. Акмаль, набери Илоновым. У нас только один звонок. Неужели это моя политизация этой темы оказалась настолько эффективной? Думаю, что это не пурашист. Прошу вас, пожалуйста. Алло, доброе утро. Здрасте, слушаю вас. Доброе утро вам. Доброе всем вашим слушателям. Большое здорово. Спасибо. Я как работник имею все отношения к этому вопросу, а также и живой человек пока еще. Я могу сказать только одно. То, что сделала эта программа, она наполовину развалила здравоохранительное тело, которое было достаточно и очень даже хорошим. Это неоценимо, конечно, потому что каждый человек имеет право лечиться и покупать доступные услуги. Но средний класс, она полностью подкачила, как так мертвый, потому что, вот даже мой живой пример, мы платим сумасшедшие деньги за нашу. Кроме этого, услуги в нетворке берут 7 тысяч человека, человека в семье, дедаста был, плюс копейменты, 100 долларов копеймент специалисту. И в Абии, политическая логика, вы говорите, не надо политизировать, но это все было политизировано с самого начала. Политическая логика, включая врачей с белой салатой с этими фитоскоками, включая представителей вишенца, которые все проданы потрохами своими шерхолдерами. Они все были и в Абии отвечали, да, 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 и тебе нравится твой доктор, ты будешь пользоваться логиками своего доктора. Забудьте, все забыто, все, человек вот с достатком или вынужден идти банкротом, чтобы быть, или для вот этой доступной страховки, или же платить абсолютно, ну, за малейшее предосновение к медицинскому сервису. И я вижу это на своем примере, ты идешь к врачу, циклательный дедактор был в комасшедшем, и после этого еще по пейменте. Это мое мнение, что сделала эта программа. Цель была, конечно, другая, и они ее не достигли. Цель была социалистическая медицина, доступная, бесплатная. Ой, вы исчезли. Окей, для тех, кто подзабыл основные моменты, ошибка Обама Кер, кардинальная ошибка заключалась в том, что Обама искренне считала, что молодые американцы, он, кстати, подсознательно, видимо, напирал на афроамериканское население, которое небрежно относится к страхованию собственного здоровья, они будут покупать страховку Обама Кер, хотя не очень будут нуждаться в здравоохранении, и поэтому эти деньги, они послужат, так сказать, ну, это по принципу пирамиды social security, то есть молодые люди, не уходящие на пенсию, они оплачивают фактически пенсию тем, кто уже подоспел к этому сроку. Но вообще есть здравый смысл государственной машины, который лучше не озвучивать, так сказать, если ты являешься государственным чиновником, но я им не являюсь, поэтому я вам скажу, что в интересах государства, чтобы вы умирали как можно раньше, это абсолютно логично, и чтобы вы не успевали использовать те фонды, которые предназначены вам, вот, с одной стороны, и в интересах государства, с другой стороны, чтобы страховые компании зарабатывали как можно больше, потому что с этих денег они получают соответственный налог. Это все с этой темой. Здесь публичного вечи, так сказать, быть не может. Я рад, что был хоть один звонок, эмоциональный по сути. И один текст только приведу от людей, которые прислали мне текст. Я знаю, что в их семье тяжелый случай смертельного заболевания. Они пишут, «Сева пока не коснется, будут молиться на рыжего. Война за каждую таблетку». Ты абсолютно прав. Мы получаем отказы, боремся и получаем по пол необходимой дозы. Завтра, кстати, если не будет более горячего материала, я расскажу вам о том, куда сваливают американцы, то есть на жизнь, когда позволяют себе early retirement и сколько это им стоит в разных странах мира. А сейчас мы пообщаемся с Илоной Штарк, которая, так же, как и я, из дальних странств и возвратилась и приступила к своим обязанностям адвоката на территории Большого Нью-Йорка. Илонушка, привет. С возвращением. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро, мои господа. Спасибо. Я думаю, что ты, как не тот человек, не могла слышать, о чем шел разговор. Но, в принципе, это имеет отношение к твоей деятельности. Речь шла о том, что в последние годы выросло количество отказов на покрытие расходов по здравоохранению со стороны людей, которые, казалось бы, имели на это право. И вот тут вот как раз адвокаты, такие как ты, которые вступаются за жертв, могли бы сказать свое слово. Хотя ты специализируешься на более узких вещах, когда людям отказывают во внимании уже попавшим в лечебное учреждение. Но, тем не менее, что скажешь? Я хочу сказать, что наш офис также помогает получить медикейт. Это ту программу, которая самая необыкновенная в нашем штате. Только в двух штатах такой хороший медикейт работает, как в штате Нью-Йорк. Это Нью-Йорк и Калифорния. И люди очень часто не понимают, что они могут получить медикейт при помощи трассового права. Вообще, я хочу сказать, что практически обычный обыватель не понимает, что такое трасс, не понимает, как трассы работают, не знает, что трассы бывают. Огромнейшее количество, каждый трасс несет свою функцию. И ко мне очень часто приходят люди с трассами, которые оформлены другими адвокатами. Они просят посмотреть и сказать, на самом деле, этот трасс сделан для того, для чего они просили, или это просто трасс, который несет совсем другую функцию. И, конечно же, я очень-очень часто встречаюсь с трассами, которые написаны адвокатами. Не знаю, как они его писали, какой был заказ, но точно не для той функции, о котором думают уже теперь мои клиенты. Если вы хотите получить медикейт, помните, что медикейт может получить человек, который выходит на пенсию и пользуется трассовым правом в штате Нью-Йорк. Если вам нужно оформить трасс, конечно же, я с удовольствием вам помогу сделать такой трасс, который не только защитит ваше имущество от всех видов кредиторов, но благодаря которому вы еще и получите медикейт. А самое главное, после того, как человек уйдет в мир иной, его деньги не уйдут государству. Очень многие люди не понимают, что те деньги, которые они зарабатывали своим таким тяжелым трудом, к сожалению, их родственники, родные, близкие или дети не получат. Вот такая ситуация в штате Нью-Йорк. Ты хочешь мне что-то спросить? Да, конечно, очень. Во-первых, я хочу, чтобы ты мне сделал трасс. Это точно. Во-вторых, такое... Я уже давно это слышал. Я знаю, я знаю, но это я просто ленивый и думаю, что я буду жить вечно, никогда не заболею. Во-вторых, такой вопрос. Если ситуация, вот скажем, ты сделал трасс, ситуация финансовая изменилась у твоего клиента, ну, предположим, он выиграл в лотерею огромные деньги. Это что, что трасс аннулируется или предусмотрены такого рода вещи в нем изначально? Обычно в трасс можно всегда добавлять деньги. Добавить его может тот человек, который его создал. То есть мне часто спрашивают, могу ли я в бенефишере, может ли поставить деньги в трасс своих родителей. Это практика не практикуется, но если трасс создан тобой и ты выиграл деньги, то ты можешь поставить его в трасс и защитить. Бывают такие ситуации, когда люди получают деньги уже после ухода из жизни. То есть, другим словом, человек ушел из жизни, а кто-то тоже ушел и оставил ему подарок по своему завещанию. Эти деньги также могут перейти в трасс, если трасс об этом говорил. Но благодаря трассам мы получаем бенефиты государства, благодаря трассам мы защищаем свое имущество. И вот то, что ты говоришь, что я думаю, что я буду молодой и никогда со мной ничего не случится. Дело в том, что даже молодым людям нужен трасс, потому что это не обязательно может быть болезнь, это может быть какая-то авария, не дай бог, где тебя признали виновным и у тебя не было в этот день достаточного покрытия в страховке, и тогда твое имущество выступает уже той суммой, которая покроет траты по выигрышу. Огромнейшие бывают разные проблемы, когда человек, допустим, мои дети женятся или выходят замуж, и потом они разводятся, а при этом получают какое-то имущество. Трасс защищает также во время развода людей. Также трасс защищает от всех видов кредиторов. Допустим, вы объявляете банкротство, но до этого, скажем, несколько лет до этого вы поставили все деньги в трасс. Теперь вам надо объявить банкротство. Естественно, деньги из трасса не смогут достать кредиторы. Трассы несут огромнейшую на себе нагрузку. Если вам нужно создать трасс, и вы хотите защитить свое имущество, трасс нужен каждому человеку, который проживает в Соединенных Штатах Америки. Позвоните в наш офис 718-717-1111, 718-717-1111. Записывайтесь на бесплатные семинары, мы проводим семинары каждую неделю, обычно это по средам в Бруклине, по адресу 621 Brighton Beach Avenue. Звоните, записывайтесь, буду рада всем помочь. Ну и напоминаю, что в нашем офисе работает огромнейшее количество специалистов, которые помогут вам получить деньги в случае получения травм, аварий. И каждый специалист специализируется по своему делу. Спасибо. Так что всем желаю хорошего дня. Спасибо. Я позвоню, я позвоню сразу, как только закончится передача, когда она откроется офис. Напоследок напоминаю эту фразу Карла Лагерфелда. The old informs the new, and the new unleavens the old. На этом все на сегодня. Продолжение следует...